Любовь Анатольевну недолго радовали новые дорогие моющиеся обои. Они отклеились, потолок потек в спальне и коридоре. Всему виной дырявая крыша. Потекла крыша и дорогие хорошие моющиеся обои намокли и потом упали полотном. И вся починка крыши, ну ничем не... Каждый год одно и то же уже не знаешь, что делать. Такая же проблема и в соседних квартирах. Кровельщик залатал отверстие, однако отработал некачественно, говорят люди. Крыша как текла, так и продолжает течь. Мы пригласили кровельщика, он пришел, мы ему дали свой лист жести. Он его разрезал, в грубой форме сказал, что если будете мешать, я этого делать не буду. Что-то позатыкал пару брешей и ушел. После того, как кровельщик якобы выполнил свою работу, крыша продолжает течь. Люди отправились жаловаться в ЖКС Фонтанский. Там жильцам пообещали отреагировать на сложившуюся ситуацию. 14 июля запланирована комиссия, которая проверит работу кровельщика. Будет присутствовать главный инженер, мастер по текущему ремонту, кровельщики, я и представители жильцов. Мы более детально обойдем кровлю, посмотрим моменты, которые необходимо отремонтировать. Естественно, подадим заявку на материал и в ближайшее время эту работу выполним. Кроме того, ЖКС Фонтанский регулярно подает дом на включение в список капитального ремонта крыши. Однако в департаменте городского хозяйства очередь до Пироговской 7-9 пока не дошла. Дырявая крыша далеко не единственная проблема этого дома. Вот, к примеру, из стены торчат электрокабели. Говорить об уровне опасности для окружающих, думаю, излишне. Никак мы не можем добиться того, чтобы хотя бы оккультурить, закрыть, либо кирпичом выложить, либо какой-то щит поставить дополнительный, для того, чтобы закрыть, обезопасить детей, вообще, кто бы ни проходил. Это называется ремонт. Это аварийка отремонтировали. Если открыть щит, то кабель просто проходит через, не канал, а, возможно, в любой момент это короткое замыкание, опять возгорание и так далее. Есть проблемы из придомовой территории, с подвалами и еще много с чем. Жильцы ждут помощи от коммунальщиков, ведь многое они уже делают сами. Репортер будет следить за развитием событий. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».